Находится не в лучшей форме и все еще нестабильно. Со стороны Elements есть Стив. Кстати, Стив выступает хорошо в целом. По большей части, если у Elements игра задается, то именно Стив и Мистер Ралис являются теми героями матча, которые могут вытянуть свою команду. Сплайджер все еще очень нестабильно играет в целом вся практически команда. По большей части, если у Сэн Кукса игра пойдет, то он может попытаться выиграть ее для своей игры. Но, тем не менее, в целом результат 4-10 не является, наверное, таким хорошим, на который команда рассчитывала первоначально. Да, ну и, кстати, вот эта встреча является в некотором роде определяющей, кто же окажется в топ-7 и сможет за собой сохранить слот автоматически на следующий сезон. В каждой игре у нас странные баны. Карма вылетает со стороны Сплайс, при этом они предпочитают отдать Корки. Ну, наверное, Ика играет на Карме, потому что... Говорят, имба Карма сейчас. Ее, кстати, банили. Ой, не банили, а она была заблокирована в 6-3 патч. Ну, турнирный. Ну, может быть. На ИЕМе ее нельзя было использовать. Насколько Карма имба это дело другое. Надо спросить Фомку. Я знаю то, что, очевидно, Корки все еще очень сильный пик. И сейчас Сплайс просто отвечает пиком Каллиста и Грагаса для себя. Очень быстро у нас драфт фаза пока что проходит. Ну, и на этот раз Рамус находится в бане. Ни одна из команд его использовать точно не будет. Кстати, Мем-200 за 20, по-моему, именно игре с Кармой принадлежит. Да нет, в целом за его игры. Не, ну там все началось именно с игры с Кармой. Его просто просили фармить 200 за 20. Он кричал, что он не может фармить 200 за 20, когда у него команда умирает по всем фронтам, и ему надо бегать, а не фармить. Там вообще долгая история была. Ну, ладно, опустим мы лирику. Сейчас у нас драфт фаза продолжается. Ну, а в ответ на Корки мы увидели Каллиста для Кобе. При этом Трэша будет играть на Грагасе. Джилиус забирает Элис, на который он очень хорошо отыгрывает. Очень много матчей он сыграл на этом персонаже. Ну, и Эйка для Спраттла берет Трэша. Для команды Элементс долгое время была проблема в том, что у Джилиуса очень ограниченный чемпион пола. И в те моменты, когда все команды уже использовали Нидали, когда использовали очень много Элизу, Джилиус продолжал играть на Рексай, продолжал играть на Лисине, на которых он не мог сравниться с тем давлением в Лису, которое на него оказывали. Поэтому сейчас наконец-таки Джилиус начинает играть тоже на Элизе. Ну, он, по-моему, долгое время уже играет на Элизе. Ну, там были пики, просто тот же Грейвс, которых тоже надо было использовать. И для Элементс это не всегда проходило хорошо. Стив играл на Грейвсе, по большей части, но этот пик не являлся для них очень таким гибким. Ариана Алистар. Сплайс просто хотят перекатить тимфайт композицией. Еще Мальфита надо добрать, и вообще прям идеально. Ариана появилась после столь долгих... Ну, она появилась два раза всего за сезон, да, и два раза проиграла. Три раза за сезон. А, нет. Ну, это будет третий. Да, третий. Да. Ну, Алистар, кстати, 50 на 50. Этот Минотавр. 17-17. Половина. Конечно, самый частый саппорт. Ну, да. Ну, и добирают сейчас Элементса для себя Поппи и Люцина. Хм. Я не думаю, что здесь будет... Хотя Мальфит. В принципе, может быть, и зайдет здесь. Да, не-не-не, не надо Мальфита. Пожалуйста. Близ, нет. Наутилус есть. Я же пошутил. Лучше уж Наутилуса тогда взять, с учетом того, что Элементс будет... Пытаться играть через поимку кого-нибудь. Быстрый минус один. В дальнейшем уже продолжение. Хотя здесь, конечно, полноценно против Сплайс, даже уже против этих четырех чемпионов, тимфайтиться будет очень-очень сложно. Да, да. Мальфит здесь не зайдет только потому, что слишком мобильная просто композиция у Элементса. У них у всех чемпионов есть эскейпа. И позиция у этих чемпионов всегда будет разрозненная. То есть здесь не будет такой ситуации, когда у Элемент все игроки будут стоять в одной точке. Ну, крайне маловероятно. По большей части либо Наутилус, либо Трандл сейчас. Я бы, да, Трандл тоже хороший вариант. Ну, Наутилус, на мой взгляд. Даже Фиора была бы неплоха. Ну, да, наверное. Все, всяко лучше, чем Гангпланк, наверное. Ну, все-таки решают взять Гангпланк, чтобы еще усилить свою позднюю стадию игры. Является главной проблемой для них выйти в эту стадию игры, потому что у Элементс тот пик, который может взаимодействовать и давить гораздо раньше, чем тот, который есть у Сплайс. То есть Ариане нужны предметы, Гангплантку нужны предметы. Если при этом бот-лейн просядет достаточно серьезно здесь, то в дальнейшем возможности у них вернуться в игру будет намного меньше. Поэтому здесь Сплайс очень рискует тем, что набрали. Да. Ну, посмотрим, смогут ли они реализовать все-таки эту связку своих... Вообще противостояние Сплайс против Элементс, это как, не знаю, G2 против Виталити, только в нижней части сетки, где меньше прям суперкрутых механических отыгрышей происходит, где есть проблемы в макроигре. Главное, чтобы команды не останавливались и не затягивали игру, потому что это будет явно на руку команде Сплайс в данном противостоянии. Да. Ну что ж. Композиции весьма занятные. Да, давно мы уже не видели полноценных Ариана композиций. Да. Все-таки не зря они перестали использоваться. Наверное, самым ярким примером было это чемпионат мира, когда Ариану команды очень часто брали, при этом винрейт у нее был отнюдь невысокий, потому что слишком сложно было реализовать ее ультимейт. На высоком уровне игры, да, там и позиционирование идет совершенно другое, то есть ты не можешь стоять в одной точке, при этом Ариана не любит быстрые игры. С учетом количества быстрых сейчас игр, то, конечно, ее реализовать сложно. Виктор даже сейчас уходит уже на второй план, он все реже и реже используется, потому что ему также нужны предметы. Да, элемент заходит здесь на ганг, ну, на ганг, на инвейд против Сплайсов. Ну, они, видимо, не хотят стоять здесь свап, потому что для Сплайсов это будет выгоднее, так как как минимум первые 12-15 минут для них пройдут в хорошем, таком медленном темпе, им ничего не будет угрожать. По кейстоунам все довольно стандартно, тут Грасп Фандайнк на топерах, на мидерах тендерлорды, Ферверы у Стрелков и Винсикер Блэссинг у Алистара, в отличие от Утрэша. Каменные Узы. Да, Каменные Узы, ну, у Лесников. Так, здоровье, как обычно. Ну, то есть, редко мы видим вообще какие-то нестандартные вещи в кейстоунах в последнее время, то есть. По кейстоунам, наконец-таки, линии сбалансировались по большей части. Нет теперь Лиги Тендерлордов. Лиги Тендерлордов, да. Да, кстати, все-таки Сплайс здесь делают для себя свап. Сейчас Джилиус будет забирать, ну, точнее, ему Низбет будет мешать оставаться в своем же лесу, поэтому будут вынуждены сейчас Элементс просто направляться в нижний лес. Все-таки не ожидали они, что Сплайс заранее пошли на линию, и свап они и так и не смогли проконтролировать. Проблема для команды Элементс некоторая. Ну, хотя вот сейчас, на самом деле, Элементс могли вернуться в лес, мне кажется, в свой, и забрать синий баф, по факту. Ну, там Вард стоит, поэтому это опасно, и ты никогда не знаешь, где находится вражеский лесник с топпером, поэтому лишний раз лучше не рисковать. Из того, что могут сделать Элементс, они могут после забирания первой вышки вернуться на ту же линию. То есть это было бы для них самым, наверное, выгодным решением, если они вот настолько не хотят стоять свап. Ну, вышка будет очень быстро здесь ломаться, здесь Ганг Планк есть, и Каллист тоже хороший, в принципе, в забирании вышек. Ну, и в ответ, я думаю, Элементс не сильно отстанут по таймингу, хотя, ну, небольшая волна миньонов идет сразу. Тоже. Ну, они чуть попозже это сделают, тем не менее, они просто иначе провели. Если Splice сделали свап, который делается сейчас постоянно, то есть ты запушиваешь уже, и со второй пачкой миньонов заходишь под вышку и забираешь ее раньше, то здесь Элементс, из-за того, что они не знали, что будет свап, они первоначально не запушивали линию, и пришли уже только с третьей пачкой миньонов, то есть когда у тебя есть тележка. Угу. Ну, и Стив здесь заберет золото, думаю, что здесь кто-то помешает Элементсам добрать ту вышку, но чуть-чуть быстрее все-таки Splice были в этом движении. Да, здесь уже направляется на бот, но все-таки, кстати, Элементс будут проводить обычный у нас свап, потому что Люциан вместе с трэшом направляется на топ. Да, это более безопасно, наверное, но при этом Splice получит то, что они и хотели. Они получат время, не будет лишней агрессии сейчас. Ну, плюс Гангбанг получил довольно много фарма здесь. Да это для всех выгодно. Во-первых, с Арианы спадает давление лесника. Гангбанг получает время, получает какое-никакое золото, при этом его наказать за это никто не сможет. Ну и Адекерри находится в хорошей ситуации. То есть за Алистара против трэша ты не всегда хочешь стоять. Да, это точно. Ну и вышка потихонечку начинает падать. Вообще, в целом, трэш Люциан комбо, она довольно неприятная против Калиста Алистара. Здесь, кстати, миньонов не так много, поэтому Элемент смогут не забрать сейчас вышку в момент. Да. И Стив сюда чуть позже приходит. Splice чуть-чуть побыстрее будет во всем. Если захотят, они могут забрать дракона, а могут и на Т2 пойти. Ну, Элемент смогут забрать Герольда, тоже могут пойти потом на Т2. Ну, вряд ли пойдут Splice, хотя... Есть еще Ганг Панк, который по вышкам хорошо бьет еще с пассивки. Джилюс, кстати, подошел на помощь в забирании этой вышки. Ну, кстати, вот Джилюс мог в это время забрать Герольда, например, опять вместе с Трэшом, да, и затем пойти на Т2. С Герольдом, как мы знаем, вышка забирается. Да, когда большая пачка миньонов у тебя появляется, то с Герольдом Т2 падает намного быстрее. Здесь не каждая команда вообще отвечает на это, потому что у тебя просто нет возможности быстро сгруппироваться. Адекер вынужден где-то подфармить, а та линия, на которой находится топпер, он просто физически не может справиться с таким давлением. Да. Ну, Сплайсы забирают Дракона. Да, а Мистер Райлис уже приходит на бот, где он как раз-таки будет подфриживать, чтобы собрать этих миньонов. В дальнейшем уже Герольда будет пытаться реализовывать здесь элементы именно на нижней линии. Да. Спратл возвращается здесь на бот. Ну, а, кстати, Сплайс не собираются отдавать свою вышку, по этой причине сейчас Коба с Низбетом идут на бот, что означает, они какую-то часть фарму потеряют, то есть АДшник Элеменс выйдет слегка вперед. Ну, а вот у Вандервера будет все получше, чем у Стива. Да, ну, явно есть уже преимущество. Джилиус подставляется. О, это что-то непонятное от Джилиуса. Урона много. Не, ну, при этом Эйка здесь могут сыграть по Кобе очень сильно. Телепорт пошел от Стива, забирают Калисту. Ферст Блад для Спратола. Вышку не забрали, убийство сделали. Да. В любом случае, хороший момент для них. Здесь, кстати, Низбету, по-моему, надо было попытаться спасти своего АДКР. У него возможность такая была. Ну, либо Кобе надо было пораньше поражать свой флэш. Уже в тот момент, когда Трэш подошел и смог дать замедление, и подтянуть, то спастись не было вариантов. Да. Ну, и преимущество в 1000 золотых у команды Элементс теперь. То есть, помимо этого, опасно то, что здесь Кобе сам по себе проседает. При этом, ну, он отдал тот фарм, который должен был достаться ему за счет Герольда, топ-лейнеру. И по сравнению с ражским АДКР, он проседает действительно серьезно сейчас. Ну, 20 миньонов, тем более он играет через Уничтожитель. Это его немножко откидывает назад по игре. Пока он его настакает. И реабилитирует то золото, которое он на него потратил. Ну, зато у Ганпланка, конечно, здесь счастливые времена. Он просто стоит на топе, при этом подфризил линию. И по фарму опережает Стива очень-очень существенно. Вышку продавить, конечно, не получится. У Ариана уже есть седьмой уровень. Чашка есть, то есть, очень хороший ман-реген. Да, чашечка плюс два от урона ринга, но они очень много дают здесь у Ариане в плане регенерации, поэтому... В пламя спама возможности постоянно это раскидывать своими шарами, но при этом, конечно, урона она сама по себе наносить пока что будет немного. Это точно. Но когда появится Афин, когда появятся первые заготовки под... Ну, Рободон, либо же это будет... Ну, Жоне вряд ли первым предметом Рободон, либо Эхо. Много вариантов сейчас на Мороломикон не будет, потому что есть чашка. Рободон не будет. Попытались Элеменсы реализовать свою специальную доставку. Ну, кстати, сейчас еще можно реализовать. Гонплан здесь ошибается немного, заходит сейчас Вундервер на красный баф, но Эхо уже отошел отсюда. Надо было играть. Да снова по-моему. Ну, либо сейчас надо. Ой, Вундервера зацепляют, хорошо, он флешится, сразу же Эхо идет дальше с Валькирией. Вундервера выбивает из него флеш. Пожадничал здесь Вундервер, он в любом случае... Ну, мешкали. На самом деле, Элеменс могли тысячу раз уже так сыграть, и, может быть, даже забрали бы Вундервера и красный баф бы тоже забрали. Красный баф они в любом случае забрали. Кстати, Элемент своего времени тоже в итоге много потратили. Да, я и говорю, что нужно было там действовать сразу, а не как-то там, ну, да, нет, да, нет, да, нет. В итоге того преимущества, при котором был мистер Ралис по сравнению с Кобой, сейчас нет. Конечно, там огромнейшая пачка миньонов идет. Придется ее защищать. Джилиус. О, нет, только не это. Бодислем. Ух, Низбет отдал свой Плеверайс. Пропыл. Сентенс пошел, выбивает флэш на ровном месте из Низбета. О, могут задержать еще немножко Грагаса. Ульта идет от Кобой. Трэш и в очень плохой позиции. У него есть все еще в бодислем или нет? Стиву надо было бежать и захватывать уже именно Кобой. Кобой нет флэша. О, могут попытаться сыграть дальше. Кобой не может никуда уйти. С флэша играет Стив, вбивает в стену. Кобой минус Калисто. Элемент зарабатывает третье убийство. Низбет — это просто работник месяца. Лучший работник месяца. Потому что то, как он продает своего AD Carry второй раз буквально за три минуты — достойно уважения. Сам ошибся, AD Carry пострадал, Лесник пострадал. Вместо того, чтобы быстро забрать Джилиуса, в итоге здесь полностью сплайса дают ситуацию. И Элемент вырывается сейчас существенно вперед. Главное, Кобой спасает Алистара. Алистар просто такой вылетает максимально. Алистар убегает и говорит, каждый сам за себя. Манимуша жена, чтобы умирать вместе. Но здесь Кобой зря подошел ближе к стене, на самом деле. А, хотя ульта была у Стива, так что там без разницы. Вот теперь, наконец-таки... Низбет падает, здесь Эйка Валькирии продолжает. Сенкукс-то без маны, но есть Игнает. Ульта Ганг Планка забирает Эйку. При этом подходит Джилиус. Сенкукс практически упал. Здесь флэш отдает Ариану. Пожадничал здесь Эйка. Мог бы уже отступить, потому что урона у него по Сенкуксу уже не хватает. Ни как не хватало. Там, по-моему, ракеты закончили заряд. Ну и, кстати, Эйка довольно сильно отстает по золоту. Не по золоту, а по крипам. Ну, по золоту... Ну, он очень много бегал, он дважды на агрессию присоединялся к своей команде в лесу. И один раз попытался, вот время потратил при попытке поимки Вандервэра, когда они из него флэш выбили. Тем не менее, Сенкукс никуда не сдвигался и просто фармил себе минлейн. Поэтому преимущество сейчас почти в 20 миллионов у него есть. Да. Ну, кстати, большой плюс очередной Корки, то, что он очень хорошо двигается по карте, при этом отлично фармит. То есть он совмещает в себе это, в отличие от Ириана. Приятное с полезным? Да-да-да. Типа того. Ну, Эйка здесь получил еще в себе в бочку, ну и переиграл. Немножко, конечно, не делался. Ну, кстати, Эйка, по-моему, в любом случае умирал с того момента, как Сенкукс на него повесил Ignite. Потому что ультимейт Ганпланка нанес урона много, а у Эйки уже не было возможности сбежать. Ну, Эйка не должен был Валькирию изначально кидать просто свою, а сыграть сразу же на отступление. Понимая, что там Сенкукса никак не зажать, потому что у Сенкуксу все еще был флэш. Ну, скорее, как раз думал о том, чтобы этот флэш выбить. Флэш-то он выбил, но и Ignite выбил. Все выбил. Ценой своей жизни. Ну и сейчас, кстати говоря, есть возможность разыграть что-нибудь на миде, потому что Ариана без флэша это очень супер уязвимая цель, я бы сказал. Она цель уязвимая, но и заинициировать по ней не так просто. То есть, возможности здесь, если Джиллиус попадет своим Коконом, либо Спратл сможет как-то подцепить. Да. Да, поэтому сейчас Сплайс просто немножко в плохой позиции находится. Все, они еще отстают и по золоту, и по объектам. Элементы продолжают давить. Ну, кстати, Вандервер сейчас также по фарму очень сильно вперед. Вот непонятно, по ротациям Сплайс очень сильно проигрывает. При этом отдельные их линии, вот в плане здесь и Сенкукса, и Вандервер, они давят. Просто вот давят. И фармом, и авторитетом. Авторитетом? Авторитетом в первую очередь. Особенно, да. Да, да, да. Здесь есть, кстати, баф Герольда у команды Элементс. Баф Герольда полезен тогда, когда ты пушишь оппонента. То есть, ты доходишь до Т2. Но с учетом того, что пушат здесь Элементс, ну, то есть, наоборот, Сплайсы, то это реализовать точно никак не удастся. Мистер Ралли заходит забирать синий баф. Ну, ответка, то есть... Вместе с Эйкой, да, они здесь точно его возьмут. Должны. Синий баф для Корки это всегда приятно. По обзору, кстати, все неплохо здесь со стороны обеих команд. Здесь есть более глубокие ворды со стороны Сплайс. Раскиданные повсюду ворды со стороны Элементс. Вообще, по всей карте, непонятно как. Хаотичные ворды такие. То есть, обычно играется систематически. То есть, ты обварживаешь одну часть карты плюс реку. За счет чего ты... Да, и играешь от этой части. Здесь же у Элементс просто и в верхней части, и в нижней части. И еще где-то на реке случайно плюхали. Ну, это говорит об их намерениях. Каких намерениях? Македонских. Сложно. Их сложно. Вот и по Сенкуксу пытаются играть, у него нет флеша. Да, флеша нету. Коробочка, очень много урона прилетает. Здесь еще Эйка появляется на спешл деливере. По-моему, Сенкукс сам забыл то, что у него нет флеша. Далековато зашел. Очень далековато. При этом обзора здесь у сплайсов не было. Очередной плюс для команды Элементс. Они получают пятое убийство, и вышка первого уровня может быть здесь уничтожена, если Элементс здесь сыграет достаточно осторожно и грамотно. Здесь вышка точно должна падать, потому что если сплайсы подставят себе свои арианы, это будет опасно. Потихонечку падает эта вышечка. Ультимейт Ганпланка уже много урона наносит, но вышка все-таки падает. Элементсы просто дальше не пойдут. Они отступают, здоровье потеряли достаточно здесь много. Но по объектам Элементс начинают, ну точнее продолжают выигрывать. Да. Кобе 118 фарма имеет у него билджуатер катлас плюс рекорд в боу, то есть поэтомизации. Ну у Кобе все очень плохо. У него только сейчас появится клинок уничтоженного короля. Если он появится, конечно. Ну по идее должен. Должен, должен. Он и уничтожитель уже... Да, да, да. Только достакал недавно. Поэтому клинок у него есть. Тем не менее, здесь итомизация отстает. От Люциана? От Люциана и вообще от скорости игры, потому что фарма у него немного для 16-й минуты игры. При этом у него счет 0-2-0. И в вышке всего две забраны со стороны Сплайс, поэтому ситуация у АДКерри неприятная. Ну а при этом Мистер Алли с Эссенс Ривером и у него потихонечку готовится уже следующий предмет. То есть здесь все в порядке для этого стрелка. Ну и на топе тем временем. Вандервер просто повелитель клинков. Три длинных меча он покупает себе. Будет выходить на Эссенс Ривер. Да, скорее всего, Эссенс Ривер. Ну это явно не на грань бесконечности, а просто к тому. Комбинирует. Понимаешь, он из двух мечей кирку собирает там, знаешь. Представляешь, как это должно выглядеть вообще. Да, я об этом и говорю. Это же пират. Может, она обменивает на черном рынке. Но тем временем Сплайс собирается на верхней линии, чтобы защитить свою вышку второго уровня. При этом Спратл с Джилиусом тут неподалеку. Не жалеет Трэша сейчас эту бочку, ради чего непонятно. Вообще непонятно, зачем эта бочка была. Потому что поддержки никакой рядом не было. Сенкукс находился далеко. Ох, тем временем Сенкукса практически забирают. Эйка! Хорошо раздамажил, даст. И Стив просто отступает сейчас. Стив прикончил. Элементы очень здорово разыграли. Они мнимое давление создали на топе, где мистер Ралис был. И Сплайсы думали, что вся агрессия будет именно на этой линии. Но смогли реализовать именно мид. В очередной раз Сенкукс умирает. Да, вторая смерть Арианы. И пока что Ариана, ну, слабовато себя реализовывает. Да, уже появился Афин. Скоро будет Эха Людена. Эха Людена наконец-таки приведет Ариану в такое активное состояние. Ох, тем временем Кобе. Мистер Ралис здесь разменивается. Трэш дает десентен с флэша. Но при этом Кобе уходит с флэша. Ну, размен здесь сам на раме произошел. Насколько он выгоден окажется здесь для команды Элеменс пока непонятно. При этом вышку продавить не получится. Кстати, вышка на миде также не упала, поэтому кроме убийства здесь Элеменс для себя ничего не заработали. Хотят забрать очередного Герольда. Да, скорее всего это сделают. Это будет уже третий герой твоих пользу. По предметам все неплохо вообще. Сейчас дела обстоят со стороны Элеменс. Надо попытаться обязательно ускорять темп игры. Потому что у Ганпланка ситуация очень хорошая в этой игре. Сэнкокс хоть несколько раз умер, но с появлением уже Эха Людена он будет наносить уроны существенные. С учетом того, что у него уже есть ультимейт второго уровня. Да. Ну и если здесь разгонится в принципе сетап сплайсов, если у них здесь появится возможность себя реализовать до потери совсем важных ключевых задач, то они вполне могут эту игру перевернуть обратно в свои руки, взять и дальше там выиграть даже. Ну, 2500 золотых в принципе это камбэк. Это немного. Здесь суть в том, что вышки попадали и есть сейчас возможность у Элеменс просто реализовывать свой пик. То есть есть Рэш, есть Элиза, да есть Поппи даже, против которой по лесам бегать не всегда хочется. Она тебе в момент может прищучить к стенке и нанести целую кучу урона. Это точно так же хорошо работает, как в кетч-композициях. В итоге сплайс здесь заходит на территорию Элеменс. Стив играет осторожно, отходит под свою вышку второго уровня. При этом Элеменс время даром не теряют. Одни идут по миду, они пытаются снести вышку второго уровня здесь. На бочку прыгает Джилиус, кидает свой кокон, под ускорением всем куксу. Рэш отступает и в итоге под Герольдом еще одна вышка упала. Здесь есть риск того, что башня второго уровня еще не на боте упадет у команды сплайс. Тогда все станет совсем печально, потому что они полностью потеряют контроль над нижней частью карты. Да, будут ли пытаться сплайс как-то ответить на дракона, забрать либо вышку Т1 на миде. Надо, надо, надо. Либо же навязать драку. Вообще командные сражения уже могут пытаться навязывать сплайсы, потому что у них все инструменты для этого есть. Единственное то, что у Кобы пока нет урагана Рунана. Не хватает, да. Без урагана еще опасно принимать драку и без эхо Людена у Ариана. То есть здесь нужны два предмета для кэри по-любому. И пока Ариана не собрала эхо, тоже нужно повременить. Но я думаю, что эхо будет сейчас с бэка. По идее, да, должно быть уже достаточно долго с такой атомизацией. Элеменс, зря времени не теряют еще, понимают, где находились. В данной ситуации сплайс. И еще одна вышка падает. Все правильно и... Абсолютно грамотная игра. То, как надо, да, элемент себя реализует. Как по учебничку действует. Видели возможность, забрали. Да. Ну и счет по прежнему 6-1. Не удается ни той, ни другой команде пока что позабирать киллы. В принципе, игра чуть-чуть успокоилась. И все только идет от вышек. От ротации и все. Ну, а Эйка сейчас получает спешл деливери. То есть с этой посылкой можно попробовать еще и Т2 на топе сломать. Если наглости хватит. Здесь по большей части зависит от того, как будут передвигаться по карте сплайс. Пока они почему-то втроем находятся в нижней части карты, где ничего нет. Попытали. Ну, Коба фармит. Просто обзор какой-то свой расставили, чтобы Коба мог спокойно себя чувствовать и подходы видел бы. Да, и Вундервер здесь стоит наготове дать бочку. Комбо-бочек по Стиву. Но насколько это здесь будет вообще полезно. Ох, прибивает к стене все-таки Вундервера Стив. В этом бочку удалось взорвать таки. Но вышка все равно потихонечку начинает падать. Еще два стака дракона дадают дополнительный урон по вышке, что еще сильнее усложняет задачу для команды сплайс в плане обороны. Да, ну и сейчас будут пытаться реализовать 4 плюс 1. Может быть, кого-то попытаются здесь поймать. Но по большей части на той линии, где Ариана, играть в агрессию не получится. То есть давить только если ты ее не зацепишь. И здесь можно пытаться давить через корки, но... Ну, уже пропала посылка, так что... Да, без посылки тоже будет сложно. Тут есть некоторые проблемы. Кстати, Люциан в этой игре играет через Rapid Fire Cannon. Ариан, скорострельную пушку, не выбирает здесь заточку статика. Против бочек Ганпланка это более выгодная айтомизация. Есть такое. Потому что с большего расстояния стрелять по этим бочкам всегда полезно. Ну и в позиционировании твоем это помогает, когда ты можешь просто Ешку вперед дать и достать до того же Ганпланка, достать до Арианы, с которой просто на коротких дистанциях сражаться не стоит. Потому что урона у нее даже сейчас уже будет очень много. Да. По таким целям, как Люциан. Ну, игра у нас подуспокаивается. Смогли элементы расставить полностью свои варды. При этом у Splice пока что не удается зачистить все. Тяжеловато, не дается вообще контроль над картой в этом матче. Не то, что тяжело, он просто со стороны обеих команд он здесь достаточно странный. То есть не тот, который используется повсеместно. Элементы здесь постоянно вардят, то есть у них прям поля. Поставили пин. Защита здесь не удастся с Transplice. Ну, здесь есть Кокон, по трэше играет. Мистер Ралис прокастовывается. Воно нанесли много. Да, неприятно. Но все-таки пинг свой поставить удалось. Да и снести вражеский. 24-й мёд на таймере. Разница по золотым 5000 сохраняется. Кстати, как бы здесь не стартанули на Шора Элементс. Ну, в каждом кусте вард есть. И Элементс этим самым занимается. Правда, конечно, без танка это делать сейчас не удастся. Ранняя стадия игры, Элиза не затанкована, у мистера Ралиса столько урона нет. Да и никакого восстановления здоровья нет. Поэтому решение само по себе не нужно тоже. То есть без Тива сейчас начинать делать на Шора точно не стоит. Ну, лишний раз только привлекли к себе внимание и дали Сплайсам понять, что Элементс хотят с Ники на Шоров в этой игре. Ну, вот можно попытаться на таких моментах кого-то вылавливать. Да, надо вышку Т2 ломать на топе. То есть здесь такая опция единственная по сути. Ох, Джилиус хорошо не сбит, пробивает. Надо продолжать играть через свой обзор. То есть не давать его делать Сплайсам, потому что контроль карты здесь у Элементс выходит гораздо лучше. И вот на этих ротациях между мидом и топом снести вышку наконец-таки Т2, подфармливать их лес. И если Сплайс где-то растеряется, подставится, то за счет этого получить убийство, ну и преимущество уже, с которым в дальнейшем можно заходить и на Т3 и попытаться даже брать барона. Просто неинициативно бояться Элементс по большей части. Да, ну телепорт пошел, может быть и не бояться особо телепорт Стива. Ну это без хомгвардов и не получится здесь точно реализовать его. Максимум от позиции можно сыграть, пока в нижней части карты находят Сплайс, обойти и спокойно забрать этот топ. Ну это да, по-любому топ будет. Но там есть ультимейт Ганпланка, который также может вышку эту защитить. Да, здесь не торопится с ультой и Вандервэр ее даже не тратит. А Сплайс и Элементс ее даже не забирают, не успели они сюда как-то, отзонить просто не получилось. Честно говоря, ротация команды Элементс мне вообще непонятна. То есть была реальная возможность забрать Т2. При этом Стив пошел на бот. Стив пошел на бот, здесь Эйка вместе со Спратолом не отзонили оппонентов, чтобы те не прошли через лес. И в итоге потратили телепорт, вышку не забрали, ничего не сделали, временно так же потратили. Это все на руку Сплайс. У них сетап, который скейлится. Даже из отставания в 10 тысяч они смогут выигрывать командные сражения, что немаловажно. Да, да, у них такой сетап прям времен там CLG, EU, когда они там до 50-й минуты терпели с отставанием в 15 тысяч, а потом камбэкали. В этом плане, да. И Элемент сейчас по Драконам играет, это правильное решение. Здесь забирать любые объективы, любые бонусы для своей команды. Подбирать и как раз таки тренинг. Но этого Дракона они еще смогли взять. Смогут ли они взять четвертого и пятого, это уже... Есть сомнения. Но Джейлес выходит на Кокон. Низбет. Серьезно проседает. Воу, сколько дэмэджа летит по Алистару. Он практически просто был удален. Низбет просто решил не прожимать свой ультимейт здесь, по-моему. А Тейки влетел по нему Крид. Мы уже не раз видели, сколько корки урона наносит в таких ситуациях. Просто... В любой ситуации надо брать Т2. Просто в любой. Пожалуйста, снесите этот Т2, у него так мало здоровья остается. Мы вас просим, Элина. Ну и разница по золоту, кстати, уменьшилась даже. Да, чуть-чуть уменьшается. Сплайсы реабилитируются понемножку. И чем дальше заходит игра, тем слабее выглядит преимущество по золоту. Ганпланк просто очень много выфармливает. Сейчас уже практически 300 миньонов у него на подходе. Он сильно опережает сейчас Тива. Да. Сплайс снова защищает вышку второго уровня. Последние Т2 на этой карте у них. При этом Ариана-то свои предметы собирает. У нее уже 274 фарма. И однако Ариана и Эхо имеет, и Афин, и плюс НЛР с НИДУ САРШРОД с Властелландом. Ну и Барон ему ответил. Как ответил? Плюнул. Да, конечно, Элемент сейчас не могут придумать, что они хотят делать. Не знаю, что делать. Иди на Нашора. Да. Но здесь, конечно, ни в коем случае этого делать не смогут. Я бы сказал, Т2. Так, теперь Сплайс наконец-то понимает. У них есть предметы. Можно начинать действовать. Вышка должна упасть. И вышка падает. Вот. Вот так играется решительно. То, как надо решить. Главное, сейчас не умереть все. Ну, да, это проблема. Стив здесь хорошо отзонивает Коба. Подкидывание было по-двоим. Дальше идут здесь. Элемент пытается прикончить игроков в Сплайс. Джилиус получал огромный проказ. При этом Стив прибивает к стене. Ариана кидает свой шок-вейв. Стив в итоге оказался вне позиции. Его практически забрали. Минус Стив. Эйка тоже может умереть. Пытает отдать свои ракеты со зворота. Но не тут-то был. Отличная бочка от Гангпланка. Мистер Ралли стрял. Дабл килл для Арианы. До свидания, Элемент. Ты так знаешь, прям, с презрением. До свидания, Элемент. Дождались. Вот дотерпелись. То, о чем все понимали, что произойдет. Командное сражение, которое вот с ровного места нельзя инициировать. Ни в коем случае. Потому что тебя разорвут на части. То, что и произошло с Элементом. Сейчас Джилиус просто со Спратовым пытается... О, Треши! Нет. Не в этот раз. Джилиус, ты не будешь героем матча. Поэтому барон достается просто Сплайс. И теперь вам придется столкнуться с командой, которая проседала по золоту. Теперь она не лидирует, но она с вами сравнивается. И у нее сетап, который набрал свою силу. Да. Здрасте, до свидания. Как говорил один очень известный игрок. Легендарный игрок. Сингестена. При этом Сплайс очень аккуратно. По одному. Вот Стив подставился. С Стива убили. Даже Треш не умер. Эйка влетел. Поймал моментально комбу от Арианы. Тоже здесь. Да, моно-така. Здесь Арианы слишком большие уроны выходят. Особенно, когда у Сплайс такое количество контроля. Ну и Паучок, да, здесь в цветочек превращается. Красиво. Да. Мой любимый звук. Ну и теперь, конечно, Райнца по золоту будет в пользу Сплайс увеличиваться очень существенно и быстро. Ну и вот. Крит от. Крит по Эйке не прошел. О, Стив готовится дать телепорт. Вандер Вера тут нет. Это Ганпланк. Он не дает такие телепорт. А, Стив, да. Стив, Стив. Вандер Вер еще и возвращается на базу. Ультимейт у него, если что, есть. Ну да. Ну и у Вандер Вер тоже есть телепорт. Обзора много. Телепорт пошел. Телепорт недалеко от Нашора. Бежит сюда Стив. Стив, Коба может встрять очень сильно. Да, в него влетает Стив. Сразу же дает подкидывание. Или же не дает. Нет, не получается. Забирает лантерный Спратл эту поппи. И в итоге... Ну а Вандер Вер тем временем просто выфармливает еще больше. Уже на 100 миньонов опережает Стива. И запушивает бот. Если Сплайсы будут продолжать давить сейчас на топ, то две вышки еще Т2 у нас упадут. И здесь Барон Баф по золоту, конечно, страшную реализацию получит. Мне кажется, эта игра закончена для Сплайс на 90%. Ну только если у них не получится убить какого-то кэри перед дракой. Да, ошибка. Ну только ошибка Сплайс здесь уже может им сломать игру. Ну, Элемент все потеряли. Все, что и не имели. У них была возможность эту игру выиграть. Не знаю, минут на 26. Стой, но они решили эту игру проиграть. У тебя есть несколько вариантов. Пойти играть от обжективов, ломать вышки, пушить и давить. Или завязать рандомную драку на миде без каких-либо причин. Проиграть ее и проиграть игру. Да, что вы выберете? Первый вариант слишком скучный. Слишком скучный, да, слишком легко. Проиграть можно всегда. Лучше играть как ТСМ. Проигрывать игры, но так, чтобы прям сочно запоминалось. Да, поражение ТСМ на последнем ИМе. Кстати, кто не видел, мало ли, посмотрите обязательно. Первый игровой день. ТСМ против команды Эвер. Это было просто здорово. Легендарно. ТСМ еще долго будут помнить. Хотя, это поражение им дало достаточно хороший буст мотивации в дальнейшем. Да, и ТСМ смогли прогрессировать. Мне кажется, знаешь, как пощечина добротная такая. Они смогли прогрессировать, пока не встретились со скотой. Со скотой, конечно, во второй игре они уже не прогрессировали. Регрессировали. Ну, дракон на вышку третьего уровня. Это четвертый дракон, кстати, для Элеменса. Четвертый дрейк. Сейчас трэш может упасть, кстати говоря. Ох, Сенгок сдает хороший проказ по Эйке. Тут же получает экзост в лицо. При этом ингибитор практически упал. Здесь затягивает Калисто своего суппорта. Низбет. Ну, размен дракона произошел на ингиб. Кстати, Вандерверта бежит дальше. Мне кажется, что пятого дракона в этой игре не будет. Ну, в смысле, уже шестого. Да, тем временем на таймере у нас подходит тридцать четвертая минута. Счет 6-5. И Сплайс лидирует достаточно уверенно сейчас. С учетом того, что дракона нет, барона нет на карте, они вполне могут идти просто по боту. Вот пятером не останавливаясь ни перед чем. Хотя у Вандервера, кстати, телепорт есть, может, где угодно себя реализовывать. Да, Вандервер. Ну, тут можно просто делать сплит-пуш опять. Ну, разница по золоту вот как раз показывает нам график. Это график регресса команды Элементс в ходе. Ума матчи. Видите, ты как-то много тральбасишь Элементс. Хотя в начале сезона ты мечтал, о, какая классная команда. Я вообще верю в Элементс. Элементс имеет потенциал. Но как ты увидел, что потенциал иссяк? Да, понимаешь, я топлю за Элементс даже сейчас, когда вижу, что они проиграли. На самом деле я верю в Эйку. Мне он нравится, как мидер он так завозил люксу в начале сезона. Но понимаешь, просто... Одна игра на люксе полностью твое мировоззрение поменяла. Ну, понимаешь, просто, когда ты встречаешь мидера, который сходу завозит что-то новое, и при этом отыгрывает на этом очень хорошо. Ну, так себе новое, потому что в Корее уже на тот момент люкса игралась. Один день? Несколько, несколько она игралась. Ну, это был, по-моему... Вообще, можно всегда смело сказать, что в Китае все играется. Любой пик, который ты скажешь... О, это первый раз, наверное, нет. Просто забудь, все использовалось в Китае. Что бы ты ни сказал, это все в любом случае использовалось в Китае. Это уже было в Китае. Ну и ставится пауза. Вторая пауза за сегодняшний день. Благо их не так много. В последней игре всегда есть пауза. В последней игре, да, что тоже немаловажно. Я помню, Rocket Giants, по-моему, был. Сейчас там нашептывает, наверное. В уши команде Сплайс, Ямато Кеннон. Ямато Кеннон, да. Наконец-то, ребята, вы выиграете, выиграете. Я так редко вообще ощущаю победы. Меня уже стали тральбасить на Reddit, потому что я тренер. Не, на этот раз у него все гораздо лучше. Обычно у него топ-последняя команда. Топ-8, топ-10 команды в Лиге. Сейчас у Сплайс есть возможность занять седьмое место. Прогресс. Ну, это точно прогресс. Ну, да. 7 лучше, чем 8. Ну, особенно, когда 10 команды. Ну, это... Ну, да. Вот в данной ситуации 7 лучше, чем 8. Прям намного лучше. Ну, Elements раздумывают, что же им делать в этой игре. Ну, а теперь уже делать что-то поздно. Надо было раньше. Сейчас уже ситуация... Я бы не сказал, что... Хотя нет, безвыходная. Не, по большей части, конечно, если мистер Ралис очень хорошо там какие-то командные сражения отыграет, то он может реализовать. Ну, здесь у Сплайсов они достигли той стадии, когда Нисбет просто с трешем могут вперед лететь лицом, ничего не боясь. Вот как Нисбет буквально первые 15 минут игры играл. Вот так же сейчас надо играть. Да, да. Нужно прям постараться так, прям как ТСМ. Постараться. И тогда можно проиграть. Здесь даже просто систематически можно от вышки отгонять, чтобы вот забирать ингиб и... Да, да тут Ариана. И забирать Т3. Ну, даже не то, что Ариана, можно кидать ультимейт Ганпланкой, и пока он кастуется, просто забирать вышку. Ну, и Ариана своим шариком просто может... Ну, Ариана, понятное дело, да, она просто зонит. Да. Тем более у Стива, по идее, сейчас телепорта еще не будет. Да. Здесь, кстати, Эйка, наверное, зря Экзост отдал, в принципе, мог он. Но он Экзост позже отдал уже, когда Сэн Кокс по нему полностью прокаст выдал. Да, так странно немного. Ну, а здесь такой сплайс просто продемонстрировали Канзас-Сити шафл. Смотришь в одну сторону, а действие происходит в другом. О, он Бет. Да. Ну и... Не с Бет пытался проиграть эту игру, но не получилось. В команде Эльминс. Потом я старался. Я старался. Да, да, да. Я подставлял своего адекэрри. Что я еще могу делать? Я продавал его, как мог. Плохие инициации? Галочка. Да, да, да. Плохое позиционирование? Галочка. Продать адекэрри? Дважды. Галочка. Проиграть игру? Unlucky. Для этого есть команда Эльминс. Какая-то долгая пауза. Непонятно даже, у кого проблемы, потому что рядом с игроками никого нет. Да, кстати. Ну, посмотрим сейчас. Я думаю, через... А, нет, вон. Сенкукса проблема? Да. Это Сенкукс? Нет. Это, по-моему, Кобе. Разве? По-моему, да. Нет, это Сенкукс. Точно? Ладно. Так. Нет, по-моему, это был... Это Трэши. Вот. Да, Сенкукс. Ты его не узнал с другого ракурса? Или как? Я не могу понять. Типа того. Это будет моя отговорка. 415 миньонов УГП. У него 5 слотов. Не хватает последнего предмета, который уже на подходе. Это точно? Да, при этом... Ариана. Ну, тоже хорошо все у нее с фармом. 328 отстает от... Войтстав очень нужен. Да, войтстав здесь, и все, по сути, айтемизация закончена. С посохом Бездны, конечно, она будет намного больше урона наносить. Самое важное то, что Стив не сможет так инициировать, сломя голову, потому что его будут пробивать в момент. Ну, кстати, здесь знаешь, в чем плюс для команды Элементс есть некоторые? То, что у Каллиста нету Коэсэса. То есть, если вдруг Поппи вот таким вот образом влетит в Коба так, что он попадет в стан, и его снесут прям за секунду, то вполне возможно, Элементс реально разнесут сплайсов 4 на 5 ситуации. Но здесь есть и другая проблема, то, что Коба не является главным кэрри сейчас команды своей. То есть, у него есть Ариана, у него есть Ганпланк, который, ну, намного опаснее сейчас, чем Каллиста. Ну, при отсутствии Каллиста всегда проще, ну, снять ту же Ариану, которая не имеет... Ну, Каллиста, конечно, тоже является достаточно приоритетным чемпионом. Да. Ну, просто, понимаешь, действия Ганпланка и Ариана, они, в принципе, довольно предсказуемы. То есть, у них есть набор, там, способностей, да, которые можно задоджить и так далее. А вот Каллиста — это проблемный персонаж в флейте, который прыгает туда-сюда, и ты хрен знает, как его поймать. Когда у тебя еще стоит фронт-лейн впереди, там, какой-нибудь Грагас... По-моему, фанат Unicorns of Love настраивает компьютеры сейчас. Да, подожди, Unicorns of Love розовый этот. Неважно, там же... Есть какой-то мультик про пони был, по которому все фанатеяли. Там как раз разноцветные такие были все. Ну, там же пони или единороги. Там? Пони. Это пони, единороги, и то, и то, лошади. Какая разница? Это смешно. В скобочках нет. В скобочках нет. По голде, кстати, преимущество сплазит уже 5000. По вышкам преимущество тоже уже имеется. Да, мы уже сотню раз обсудили одно и то же. Ну, ладно. Что у нас по следующему дню? Там, по идее, у нас команды с топ-3 уже встречаться не будут друг против друга. Вроде да. Там такие... То есть самые интересные противостояния у нас, в принципе, закончились. Единственное то, что они могут играть еще с фнатиками, которые сейчас набирают обороты, и они могут немножко подвинуть у нас команды. Ну да, они топ-3 могут подвинуть, а топ-2 уже. Не-не, фнатики, они... Если те команды продолжат выигрывать, потому что между собой у них игр уже по факту не осталось, только... Ну, да... Нет, если просто... Ну, если H2K, G2 и Vitality будут просто все свои дальнейшие игры выигрывать, если они не встречаются с фнатиками, то фнатики их физически не могут догнать, потому что фнатики сейчас позади находятся. У них... На три игры, по-моему, или на две. Ну да, около того. Ну, что у G2 сейчас вообще 12-3. Да. Их там прям все... Ну, и мы, наверное, тоже уйдем пока что... Да, на небольшой перерыв, потому что какие-то проблемы технического характера, дорогие дамы и господа, после этой небольшой паузы мы вернемся с игрой и никуда не приключайтесь. Ну, я думаю, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 идёт, то есть обычно это скипетр как раз пустоты, но в любом случае... Ну, Узи с тобой не согласен, он обычно... Ну, Узи, да, Узи, конечно, есть несколько игроков. Узи, Маркер, Беби, такие лучшие мировые игроки, как раз на корке предпочитают альтернативный предмет, но... Мировые звёзды с тобой не согласны, поэтому АТР, так что тебе нужно явно посмотреть. Ну, как бы понимаешь, что поделать, да. Да. Ну, тебя давно уже не было, игрового опыта всё-таки. Только Арама на Ру-сервере, пытаюсь поднять немножко свой уровень пока. Вот тренирую АД Вилкоза сейчас. Я слышал, у него 3.14 рост за уровень мана Регена, поэтому это делает его сильным стрелком, на мой взгляд, ну, то есть... Так ты же топ-менишь, АТР. Ну, АД... Ты видел Грейвса? Ты думал, что Грейвс будет топпером АДшным? А вот Вилкоз — это будущее. Ну да, в принципе. Обещаю. Хорошо. Ждём в следующем. Запомни эти слова. Может быть, на тайбрейках ЛЦЛа уже эти слова подтвердятся. Скорее, скорее. Но мы это ещё соулси обсудим в любом случае. Поможете пошутить на эту тему даже. Ульта пошла от Стива. По-моему, никого он сейчас не выкинул. Тем не менее, Элементсмут удалось забрать ингибитор. Теперь ни у той, ни у другой команды нет ингибиторов на топ-лейне. Конечно, сплайсы очень подвели себя этим барон-колом. У них есть один дракон-стак, но это и близко не то, что им сейчас нужно. У Корки есть пакет. На этом этапе игры пакет это дополнительный эскейп для мидера. Это очень важно. То есть в агрессию ты, конечно, не можешь лететь вперёд. Но пытаются сплайсы пойти вперёд. Вандервайр здесь попадает бочки, но попасть по Элементсмам здесь уже никак не получится. Вопрос. Барон практически закончился. Здесь дракон-стаки уже тоже пропустились. Спали, да. Ну и у Эйки появляется и его посылка. Спешл для Ивери. Смогут ли они её реализовать сейчас? Я же говорю, реализация в лейтгейме пассивки Корки исключительно только на эскейп. То есть, если ты летишь вперёд, на этом этапе тебя автоатака какого-нибудь гангпланка или просто шальной крит от Каллиста, он тебя уничтожит. Поэтому ты не можешь этого делать. И, кстати, не покупает Войт тебе Эйка. Эйка решил идти через ещё один БФ-предмет. Очень интересно, что это будет. Кровопийца, скорее всего. Вообще, поглядя на выступление на ИЕМе СКТ, я считаю, что все во всех ситуациях теперь должны собирать себе просто QSS, потому что тебя подбросил Элистар, QSS флэш, и ты снял с себя контроль. То есть, эти ребята показали... Ну, это и до этого было известно. Это до этого, но я первый раз видел, чтобы команда в одной игре могла пять раз использовать этот Трикс. То есть, это достаточно сильная механика у игроков, конечно. Ну, не знаю, насколько это прям сильная механика. Ну, это не так просто, потому что скорость... Либо ты делаешь этот муф очень быстро, либо ты просто теряешь и активку QSS, и флэш, и при этом умираешь, скорее всего. Ну да, в первом сезоне Старладдер, наверное, так не делал никто. Ну да, только флэш он знает. Ну вот, и команда Сплайс теперь снова чувствует себя уверенно, когда у Элементс уже нету ни бафа барона, ни драконов, стаков. То есть, сейчас Сплайс вновь идут в атаку. Посмотрим, получится ли у них разбить Элементсов. Как мы уже ранее говорили здесь, у Сплайсов в плане сетапов в лейтгейме, конечно, более выгодная ситуация. Да, но опять-таки, что значит лейтгейм, когда вот в эти сезоны последние, когда появились дракон-стаки, все может измениться, когда у тебя есть пятый дракон. И если у Элиза получится украсть Дрейка, то у Элементс будут хорошие шансы в любом случае драку выиграть. Ну и, кстати, у Мистера Раллиза мне нравится, как он усердно доказывает всем, что скорость передвижения не имеет ни малейшего значения, он с первым ботинком до сих пор. Да. Я знаю, что... Есть такие игроки, которые любят утверждать, что скорость передвижения... Понимаешь, он просто не любит свои голени, потому что на голени киберсерка, ну, а ему голени прикрывать не надо, пусть по ним бьют, так сказать. Ну, он мог себе взять ботинки стремительности. Вообще, это контринтуитивно. Берсерку не нужны на голеннике, ему не нужна вообще защита, он же Берсерк, он бежит вперед. Мы нужны ботинки, на которых будут шипы, например, какие-нибудь. Гелиус играет по низбету. Да, очень сильно просаживают низбета, и Кобе затягивает своим ультимейтом. Стив готовится телепортиться, он будет это делать, посмотрим, сможет ли он прибить кого-нибудь в стене удачно. Сразу же отступает. Возвращаться будет ли. Здесь Джилиус играет с флэша к оконам, ни по кому не попадает, сплайс снова отходит. Тут прям... Такая органичная и отлично сделанная инициация команды Элемент с Гелиусом. И Стив, они одинаково круто справились с этой задачей. Да, прям как надо заинициировали. И дракон второй для сплайс, драка начинается. Тут Стив врывается на Вундервер, Вундервер старается отступить, Стив под серьезным уроном от Кобе, скорее всего Стив здесь упадет, раскидывает всех Грагас, Поппи уже минус, Мистер Алис тоже может упасть, прокает его Малмортиус, нужно стрелять, здесь трэш продолжает давить. Вместе с Гелиусом Мистер Алис остается в этом Драгон Питти, выпрыгивает Мистер Алис в самом конце, падает Корки, Элис тоже минус, размен 4 в 1 в пользу команды Сплайс и Элемент здесь посыпались и скорее всего уже проиграют. Это может быть концом игры, тут просто вопрос, сможет ли Мистер Алис защитить от всех. Здоровье у Сплайс не полное, но у Вундервера есть телепорт и скорее всего это все-таки конец игры. Да, идет сюда телепорт от пирата и команда Сплайс уже поднимается на хайграунд. Ингибитор практически разрушен Мистер Алису, у него нет суммонеров, нет теперь ультимейта, как-то защитить вышку, причем она одна осталась только внецус тем более. О, да, тогда точно это победа для Сплайс. Конечно, странно, что Гелиус потратил флэш на то, чтобы бросить кокон мимо, а не на то, чтобы застелить просто дракона пятого. Забирает вместе с трэшей этого Люциана и Эйс в пользу команды.